Лучшие федеральные медики завершили свою работу на территории Ярославской области. Целый месяц в рамках проекта «Мобильная медицина» в отдаленных населенных пунктах трудился сводный отряд медико-биологического агентства. Сегодня в Углич поблагодарить врачей приехал губернатор Дмитрий Миронов. Руководитель федерального агентства Владимир Уйба показал главе региона технические возможности мобильной бригады, автомобили и диагностическое оборудование. Дмитрий Миронов вручил членам отряда почетные грамоты и благодарности. Сам руководитель федерального медико-биологического агентства был отмечен почетным знаком Алексея Миргунова. Подробнее о том, как работал отряд в Ярославской области, какие специалисты оказывали помощь пациентам, что важно, сколько заболеваний удалось выявить на ранней стадии, расскажет моя коллега Светлана Доброходова, она уже в студии. Света, здравствуй. Вот смотри, в августе никто-нибудь, президент страны, поставил задачу в медицине сделать акцент на раннюю диагностику заболеваний. Насколько эффективно работал отряд медиков? Юр, медико-биологический отряд принято называть мобильным спецназом, а вот почему я сейчас расскажу. Итак, начнем с того, что федеральная медико-биологическая служба появляется преимущественно в отдаленных уголках нашей страны, там, где не всегда можно получить квалифицированную помощь узких специалистов. В составе колонны 10 высокотехнологичных автомобилей. В них и ведут прием пациентов. Это реанимация, мобильная лаборатория, маммографический и рентгеновский комплекс. В Ярославской области федеральные врачи побывали в 24 населенных пунктах, стартовали в Переславском районе, а закончили работу в Большом селе. По пути специалисты ФМБА общались, делились опытом с местными медицинскими бригадами. Бывали и случаи, когда требовалась экстренная помощь на месте. Например, страшная автокатастрофа с пассажирским автобусом под Гавриловьямом. Как и на какой технике доставляли тяжелых пострадавших в больнице сегодня, рассказал руководитель службы Владимир Ойба. Выставляем сразу дополнительные блоки, ставим дополнительные носилки. Четыре человека, четыре анимационных модуля, четыре аппарата ИВЛ, четыре монитора. То есть все полностью полномасштабное. Благодаря вашему оперативному вмешательству и реагированию удалось сохранить жизни людей. Да, совершенно точно. Те четыре человека, самых тяжелых, которых мы, в общем, по сути, провели сортировку. Вы практически самые первые оказались на месте. Да, и забрали самых тяжелых. И эти четверо были госпитализированы. Вот я говорю уже коллегам, что самое главное – золотого часа. И в этот золотой час мы успели, как бы СМП в Ярославль доставили. Ну, а я напомню, авария на трассе М8 произошла 14 сентября. На тот момент федеральные врачи работали в Ярославской области всего шесть дней. Ну, а всего отряд столичных медиков пробыл в регионе почти месяц. В составе мобильной бригады 58 специалистов. Со взрослыми работали хирург, уролог, офтальмолог, невролог, терапевт, врач-УЗИ, гинеколог и так далее. Также в этот раз проводили диспансеризацию и детей. Малышей осматривали педиатр, кардиолог, травматолог, ортопед, невролог. За это время медицинскую помощь получили почти семь тысяч жителей Ярославской области. Это около шести тысяч взрослых и более девятисот детей. Отдать должное нужно выдержке медиков. Оказывается, командировки у десанта круглый год. В Ярославскую область федеральные специалисты прибыли по личной просьбе губернатора Дмитрия Миронова. И вот какими впечатлениями они с нами поделились и что рассказали пациенты, которые попали на прием. Мы поменяли шесть гостиниц. Жили и в Переславле, и в Ярославле, и в Мышкине, и в Угличе. То есть переезд, работа, заезд в гостиницу. Ну вот в таком режиме на чемоданах. Немножко сначала недоверительно к нам относились, потому что не для всех это является регулярно такими осмотрами. Но пациенты идут к нам охотно. Они всегда к нам подходят, потом говорят спасибо, приезжайте еще. Это главная, наверное, фраза у них у всех. Мы живем в провинции, я живу в районе. Приезжают, конечно, у нас врачи Углической ЦРБ, но там не все специалисты. Большое спасибо. Спасибо специалистам, что они выезжают к нам на село, приезжают в маленькие города. Спасибо. Спасибо вам, что вы это понимаете. Спасибо. Спасибо вам за оценку. И действительно, специалистами Федерального медико-биологического агентства проведено более 8,5 тысяч диагностических исследований. 4 130 лабораторных анализов. Именно эти данные позволили выявить заболевания более чем у 3 тысяч пациентов Ярославской области, почти 2,5 тысячи у взрослых и более 500 у детей. Обращение в отряд ФМБА позволило экстренно госпитализировать в медицинские учреждения области 9 пациентов. 130 онкологических заболеваний было выявлено, еще 592 пациента отправлено на осмотр лечения в федеральной клинике. Ну а я добавлю, федеральные медики работали на территории Ярославской области уже второй раз. Подобная диспансеризация проводится в рамках национального проекта здравоохранения. Первичное звено – это начало-начал. Вот диспансеризация – это как раз первичное звено. Это когда первичное звено приезжает непосредственно к человеку, практически на дом, в его родной город, в деревню, в село. Полная уверенность, что этих людей мы пролечим вместе с коллегами из Ярославской области, и они будут здоровы. Особое внимание мы уделяем диагностике. Сейчас уже в области работают 10 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. В отдаленные районы области выезжают и флюорографы, и мобильный диагностический комплекс. Медики агентства даже составили своеобразный рейтинг самых распространенных заболеваний среди пациентов Ярославской области. Как и по всей стране, в первую очередь, это сердечно-сосудистые проблемы, невралгия, заболевания опорно-двигательного аппарата и болезни легких. Юра, ну вот так отработал мобильный медицинский спецназ на территории Ярославской области. А ты следишь за здоровьем? Не очень, Света, а надо бы, конечно. Спасибо, тему представила моя коллега Светлана Доброхотова. Мы идем дальше. Спасибо.